Дорогие друзья, в рамках Гарадживописи мы с вами проведем занятие, мастер-класс, на котором я бы хотел вам сделать интереснейший урок по пастельной живописи. Пастель это удивительная техника, достаточно вспомнить имена, которые в этой технике работали. Это Левитан, это Валентин Серов, это почти все импрессионисты французские, Ренуар, Мане. Эти имена уже достойны того, чтобы мы попробовали в их техниках поработать. Но кроме того, те портреты, которые сделаны французами в начале и средине 18 века, достойны удивительного восхищения. А можно еще вспомнить шоколадницу, знаменитую шоколадницу, которая находится в Дрензенской галерее. И эта работа тоже сделана в технике пастели. Работа эта сделана, в отличие от нас с вами, мы будем работать на бумаге. Она сделана на замше. Тогда пастели уделяли очень большое внимание и многие портреты делались на замше. Вы знаете, что французские короли заказывали своих фавориток в технике пастели тоже. Что нам для этого нужно будет? Наверное, это тот минимум, который отличает пастель от всех других техник. Начнем с того, что вас очень удивит, но растирать бумагу, на бумаге краску, лучше чем туалетной бумагой, я еще ничего не придумал. Есть специальные такие карандаши бумажные, я их закупил специально, и они у нас в мастерской находятся. И когда люди улыбаются на пастельную бумагу, я им подсовываю эти заводские материалы. Они попробуют тем и другим, разочаровавшись, протягивают руку к этой бумаге. Ее определенным образом мы складываем, превращаем ее в такую, скажем, плоскость. И это как плоская кисточка работает. Если мы сломаем, и у нас получается уголок. Это для работ, которые требуют филиграрной точности. Я не думаю, что мы будем с вами делать работу с филиграрной точностью. Мне нужно, чтобы вы познакомились с этой техникой и принесли домой маленький шедевр. И я гарантирую вам, что этот шедевр очень простой. Так как и у Левитана, и у тех самых французов будет достигнут минимальными средствами прекрасное качество. Что нам еще нужно для работы? Я не буду вам говорить о том, что вы обязаны принести размер определенной точности. Этот размер может быть у вас бумаги и 30 на 40, и 50 на 60. То, что у вас есть. Но хотелось бы мне, чтобы этот цвет бумаги, который я вам показываю, был у вас. Может быть он будет больше синим отливом. Не переживайте. Я думаю, что это не повредит качеству вашей работы. Мне бы очень хотелось, чтобы вы работали той пастелью, которая у вас есть дома, или под рукой в магазине, или у кого-то из друзей вы взяли на прокат. Я просто скажу, какой пастелью работаю я. Это пастель питерского изготовления. И иногда для более таких сочных акцентов я беру пастель, которая изготовлена в Корее. У них более такие сочные цвета. Но для нашей работы нам хватит той питерской пастели, которую я вам предлагаю. Моя пастель это 48 цветов. И эти цвета в смесях умножаются еще настолько же. Поэтому я призываю вас, не очень заморачивайте себе голову, а будьте настроены на то, что вы будете внимательны к работе, а то, что мы сделаем, я думаю, что попадет в раму и украсит ваш дом. Я желаю вам творческих успехов. И вместе мы с вами встретимся 23 апреля. И попробуем сделать работу в технике пастели. Продолжение следует... Продолжение следует...